Раз, два, три. Ребят, как со звуком? Нормально все? Всем здорово! Сейчас все расскажу. Узбеки, все остальные, салям. Мне ташкентский рейнджер пишет на днях, говорит, давай снимем про корзину. Про обычную продуктовую корзину. Дескать, или такой коллаборации на двоих. И посмотрим, где у нас в Узбекистане или в России дешевле. Корзине будет самое такое участвовать, знаете, самое обычное. Смотрите, дорога какая-то. Будет у нас в корзине молоко, хлеб, курочка, потом сыр. Что у нас еще самое главное такое? Ну, йогурт. Йогурт на ночь или на утро, как рейнджер говорит обычно. Так что идем мы в пятерочку и смотрим, и потом переносимся на рейнджер. Кстати, рейнджер, привет! Друзья, на связи Ташкентский рейнджер. Сегодня мы будем проводить эксперимент. Сколько продуктов мы можем купить на одну и ту же сумму в России и в Ташкенте. За базу возьмем тысячи рублей российских. В Ташкенте это будет 159 тысяч сумм. В этом мне поможет мой товарищ из Казани, с канала Альбом Евгена, Евген. Так что магазин, который я посещу, это будет Корзинка. Популярная сеть в Ташкенте. А Евген посетит свой популярный магазин. Об этом мы расскажем чуть позже. Так что смотрите, будет интересно. Все, ребят, ставим лайк. Смотрим. Все, зашли. Сейчас начинаем набирать нашу продуктовую корзинку. Продолжение следует... Евгений, Евгений, прием. Прием, из Ташкента. Как твоя работа продвигается по приобретению продуктовой корзины? У меня все идет полным ходом. Жду, жду информации от тебя. Прием, прием, Рейнджер. У нас все хорошо. Смотрим дальше. Так, сосиски. Мне тут посоветили шери взять за 30 990. Так, идем дальше. Так, яйца. 15 тысяч сумм. 10 штук. Хлеб. 7 990. С отрубями. Так, сыр. 26 459 за 262 грамма. Вроде выглядит вкусно. Аппетитно. Курица. 35 990 за килограмм. Так. В итоге она обходится в 49 378 грамм. Ну и заключительный аккорд. Возьму за 4 490 грамм. Йогурт на утро. Все, я закончил. Друзья, ну давайте резюмировать. Что я взял в итоге на 159 тысяч сумм. Сыр. 12 штук яиц. Хлеб отрубной. Чай. Молоко. Курица. И говяжьи сосиски. Ну много или мало, судить вам. Прием, прием. Евген, я закончил свои покупки на 159 тысяч сумм. А как у тебя продвигается процесс? Поделись с нами. Ребят, так, ветер начался у нас сильный. Смотрите, надеюсь, нормально слышно. Так, у меня в руке продуктовая корзина. Иду монтировать ролик. Такие пироги. Короче, из-за чего все это началось-то? Потому что очень много комментариев на наш ролик с ташкентским рейджем. Ну, если помните. Ссылочку я вам оставлю. Очень много. У нас лучше, у нас дешевле в Узбекистане. У нас там натуральные продукты. И только что вы не говорили. Вот решили такую мы тему заснять. Ну, быстрая, быстрая тема, конечно. Не сравнить с тем роликом. Помните, большой. Так что будем вам снимать еще интересных много роликов. Я пока вам говорю. Пока, ребят. И смотрим. Ташкентский рейнджер вам хотел еще. В Ташкенте самый дешевый рынок техники. Он все расскажет вам, покажет. Уж смотрите. Давайте, ребят, подписывайтесь на него. Ссылочки оставляю на меня, на него. Ставьте лайк обязательно. Потому что какой-никакой это труд. Ребят, ну вот сами с камерой, а? Пройтись, как вам? Так что давайте. Люблю вас, целую. Вот такие пирожки. Все вам показано, да? Тут, тут, сколько что я вам вычел. Где выгоднее. И решать вам, ребят. Решать вам. Любимый. Я даже сам не буду комментировать. Вот такие пирожки. Давайте, пока. Друзья, сделаю небольшой обзор в одном из самых дешевых технорынков Ташкента. Называется он Маляка. Наверное, многие о нем уже наслышаны. Пройдемся, посмотрим, чем там торгуют, как это все выглядит. То есть здесь очень много таких маленьких магазинчиков с разной техникой, на любой вкус. Глаза просто разбегаются. То есть не обойдешь, наверное, за целый день. Вот так все это выглядит. Телевизоры. Samsung. Холодильники. Стиральные машины. Можно выбрать, что душе угодно. Сядем в продажу. Пройдем сюда. Так. Электрочайники. Телефоны. Чехлы для телефонов. То есть все, что угодно. Так. Тут у нас что? Компьютерные сумки. Телефоны, телефоны. Прямо, по сути, на улице все. Продают. Вот так. Все это выглядит. Кофе можно попить. Какие интересные стиральные машинки. Телефоны. Опять холодильники. Все. Опять телефоны. На формате все. Техно. Так. Посмотрим, что там есть. Телефоны. Очень много телефонов. Зашел сейчас в один павильончик. Ноутбуки заснять. Продавец агрессивно сказал. Здесь нельзя снимать. Вообще, кто вам позволил? Я говорю, ну это общественное место. Почему бы и нет? Я тем более хотел у вас ноутбук посмотреть. Удалите, удалите видео. Я говорю, ладно, удалю. Без проблем. Что вы так агрессируете-то? Мне все равно нужно выбрать ноутбук. Уходите, уходите. Непонятно вообще. Реакция человека. Ну ладно. Пойдем в другое место. Благо, кто продает ноутбуки, очень много людей. Так, сейчас я выберу для себя ноутбук какой-нибудь для работы. Сейчас мне подскажут, я думаю, как они, интересно, все представлены. Райзен 3, 5300, 5400, 4-х ядерный, 8-ми поточек. Молностью металл, отпечаток, Full HD IPS матрица. 8 оперативки, 256 гигабайт создания. 256, да? 8 оперативки. Так, хорошо. Работает как и 5-11 поколение. А, и 5-11, хорошо. Разница за месяц вообще. Все понял. Сколько стоит? 450 долларов. 450 долларов. Так, хорошо. Какие еще есть модели? Чуть-чуть. Ну, тот же, да, пустой. Ай-5, HB. 530 долларов, но это пластик, без отпечатков. Матрица будет похуже, потемнее. То есть, если что-то, какую-то, это функционал вращается. Функционал какой? Функционал просто... Нет, на какую-то сумму вращается. Плюс-минус. Есть что-нибудь за 250 баксов, 240? Мне просто с работы попросили ноутбук выбрать. 240 долларов. Сколько? 240 долларов. 240 долларов. 240 долларов. 4 оперативки, 256, не бывает. 240, а он одноядерный. А, одноядерный. Да. То есть, за эти деньги его не найдет 4-10. Вообще не найдет. Никогда. Хорошо. А будет он тянуть? То есть, зум. Да. Зум. А камера какая здесь, нормальная? Не очень, да? Обычная. Обычная, да, камера? Хорошо. Вот, ребят, такие вот модели представлены в торговом центре в Маляке. Маляка. То есть, сейчас я посмотрю, что-нибудь, может, выберу. Вот такие ноутбуки, да, и на технику, получается, даете гарантию полгода, да, в магазинах? Вот, в магазинах по гарантии можно будет вернуть. А так, если не подошел, не получится вернуть, да? Все понятно. Поэтому лучше заранее посмотреть обзор. Пиши. Почитайте. Все понял. Все понял. Гарантия здесь идет от самого магазина, а не от производителя там, Lenovo, там, HP, Asus, полгода. То есть, никакого года, никакого, два, ни три. И продавец сказал, если вам обещают, что гарантия будет два или три года, то это все обман, это все вранье, такого не бывает в Узбекистане. Полгода максимум и то от магазина. Так что, делайте выводы.